Ух, после таких тяжелых заданий в начале можно расслабиться на планиметрии. Да-да, я не шучу, планиметрия здесь реально достаточно простенькая, поэтому можно поставить видео на паузу и подумать самим. С пунктом А могу дать подсказку, что вас ждет свойство вписанного четырехугольника, а с пунктом В, наверное, формула медианы, это самый быстрый вариант и подобие треугольников для того, чтобы решить эту задачу просто в два действия. Ну что, надеюсь, уже справился, поэтому я приступаю тоже к решению. Итак, пункт А. Докажите, что угол БАМ у нас равен углу БКМ. Всегда в таких задачах, если у нас есть угол, опирающийся на одну какую-то сторону, то значит, вам тут намекают, что вокруг данного четырехугольника можно описать окружность. Ну, я не могу описать окружность, но кто-то, наверное, здесь сможет описать окружность. У меня это... Во. Ну, на окружность это не похоже, но, надеюсь, вы мне поверите на слово. Как же доказать, что вокруг данного четырехугольника можно описать окружность? Единственное, что мы знаем, что этот угол у нас равен этому углу. И больше-то нам на самом деле не нужно. Если мы скажем, что пусть угол ВАЦ равен альфа, то тогда угол ВМК, это вот этот вот угол, вот этот вот, у нас равен как 180 минус альфа. А сумма вот этого угла и вот этого угла вместе нам дают 180 градусов. То есть угол ВМК плюс угол ВАЦ 180 градусов. И из этого следует, что четырехугольник АВМК у нас вписанный. АВМК вписанный четырехугольничек. Если это не помнишь, вот посмотри видео дальше. Если у нас четырехугольник вписанный, то из этого следует, что углы, опирающиеся на одну дугу, будут равны. А из этого следует, что угол ВАМ равен углу ВКМ, так как опираются нам дугу ВМ. Все, с пунктом А мы разобрались. И я даже не буду его убирать, потому что для пункта В тоже много места не потребуется. Подписав все стороны, проведем нашу медиану. МН нам нужно найти. И значит, этот кусочек у нас делится пополам. Если мы хорошо знаем свойства медианы и формулу медианы, то мы знаем, чтобы ее найти, нам нужно три стороны в треугольничке. Мы знаем две, значит нужно найти третью. Здесь нам дано АВН, которое пока никак нам не привязать. Но из-за равных углов мы наверняка можем воспользоваться подобием треугольничков. Особенно мы знаем равенство этих углов. А угол С у нас здесь просто общий для вот этих двух треугольников. Значит, начнем с того, что докажем, что треугольничек АВС у нас подобен треугольничку АВС МКЦ. Против равных углов лежат подобные стороны. Значит, в большом треугольничке против угла А находится сторона ВСМ. В маленьком треугольничке против такого же угла находится сторона КЦМ. И здесь против угла С находится сторона АВ. А в маленьком треугольничке сторона МК. Это будет АВ на МК. Знаем три стороны, значит четвертую найдем из соотношения. МК равно АВ умножить на КЦ и разделить на ВСМ. Хорошо. Хорошо, подставляем наши значения АВ, это у нас корень из 87, умножить на КЦ, это у нас 8, и разделить на 20. Сокращаем на 4, это 2 корня из 87 делить на 5. Для нахождения медианы нужно знать три стороны. Напоминаю вам формулу, что если нам нужно найти медиану к стороне С, то это будет 1 вторая, 2А в квадрате плюс 2В в квадрате и минус С в квадрате, где А и В, это у нас боковые стороны относительно медианы, С это сторона, которой опускается медиана. Используем ее здесь и отвечаем на поставленный вопрос. 1 вторая умножить на, в квадрате это значение 4 умножить на 87 делить на 25, еще умножить на 2, удвоенное значение, плюс 100 в квадрате умножить на 2, 200 и минус 64. Это значение нам нужно посчитать. Здесь у нас будет 136, делаем, разумеется, общий знаменатель. Будет 1 вторая, 8 на 87 плюс 136 умножить на 25 и делить на 25 под корнем. 8, наверное, можно вынести, 136 у нас делится на 8, будет тогда 1 десятая, сразу разобрался со знаменателями. 8 вынесли, в скобочках остается 87, 136 разделить на 8, это, наверное, у нас будет равно 17, то есть тут 17 на 25. Это нам нужно уже посчитать. 17 на 25, давайте умножим в столбик. Тут у нас будет 3, 5, 8, 5 и тут 34. 5, 2, 4. 425 плюс 87. 425 плюс 87. Получается у нас 512. И это даже замечательное значение. Итак, 1 десятая умножить на 2 в третьей, а 512 это 2 в девятой. Извлекая из этого значения корень, будет 2 в шестой степени, а 2 в шестой это 64. То есть 64 делим на 10, наша высота равна 6,4. Вот, только не высота, наверное, медиатор. 6,4 ответ в этой задачке. Задание 17. Найдите все положительные значения а, при каждом из которых уравнение имеет хотя бы одно решение. Убойное задание а в степени х, умножить еще и на логарифт, внутри которого модуль, и еще внутри него а находится. Ну, если мы посмотрим чуточку внимательнее, то заметим, что здесь а в степени х, а здесь а в степени 2х. И, возможно, мы сможем сделать некоторую замену и упростить себе жизнь. Давайте попробуем. Для этого перенесем сразу же через знак равно. Вот это, наверное, перенесем через знак равно. А в степени 2х минус 2 умножить на а в степени х умножить на логарифм в квадрате. Вот это вот всего страшного значения. И тут еще плюс 1 равно 0. Конечно же, прежде чем решать уравнение и бежать, радоваться полученному ответу, давайте посмотрим, есть ли у нас здесь условия. Мы точно знаем, что мы должны найти положительный а. Вообще, очень сложно рассматривать какой-нибудь там минус 3 в степени х, как ведет себя эта функция школьной математики. на это не дает ответа. Поэтому здесь составители защищают нас от неизведанных земель. И говорят, что нам просто нужно рассматривать в том, в чем мы разбираемся. Поэтому это наше не ОДЗ, что А больше нуля. А вот ОДЗ у нас, что значение под логарифм должно быть у нас больше нуля. Ну и здесь у нас модуль, поэтому кажется, что ничему это особо не противоречит. Однако значение в модуле может равняться нулю, поэтому единственный вариант, точнее, единственное ОДЗ, которое у нас здесь есть, которое я вижу, это А у нас не равно 4. Чтобы у нас значение, аргумент под логарифмом не был равен нулю. Хорошо, это мы сделали. Дальше, конечно же, напрашивается замена. Замена на А в степени х и сказать, что Т у нас будет больше нуля. А у нас положительное, напоминаю, по условию задачи, значит, здесь будет Т в квадрате минус 2Т умножить на логарифм вот Еня, даже язык не поворачивается это сказать, поэтому просто скажу страшный логарифм и плюс 1. Хорошо. Дальше мы должны его оценить. Имеет хотя бы одно решение. Ну, то есть, наверняка, дискриминант больше либо равен нуля, и все на этом. Больше же нам особо ничего не надо. Но тут будьте внимательны. Смотрите, решения-то у нас будут, когда мы же решаем сейчас относительно Т, а Т у нас должно быть больше нуля, потому что у нас здесь существует А в степени х. То есть, если перед нами сейчас получается некоторая парабола, давайте ее нарисуем, вот у нас есть ось, ну, давайте Т, а вот это у нас Y, то что здесь получается? Если у нас парабола вот такая, здесь дискриминант больше нуля, но при этом это значение Т и это значение Т отрицательны, и решение здесь у нас никогда не получится. Первый вариант, чтобы у нас был хотя бы один корень, нам нужно, чтобы вершина параболы находилась в положительной зоне. Т вершина больше нуля. То есть, дискриминант больше либо равен нуля, и Т вершина у нас должна быть больше нуля. Тогда у нас наверняка получится, ну, и на самом деле, даже больше либо равно. То есть, может быть, равенство вот здесь вот в этой точке достигаться, но мы точно знаем, что один из корней уже тогда будет в положительной зоне. Конечно, многие из вас скажут, что вершина параболы может находиться вот здесь. И парабола может идти как-нибудь вот так вот. Так, чтобы у нас вершина была отрицательной, но при этом какой-то один из корней заходил в положительную зону. Тогда посмотрим относительно этой точки. Здесь у нас это f от нуля. То есть если мы поставим вместо значения t 0, это значение должно быть у нас явно отрицательным. Так что поднимая наши ветви параболы, одна из них оказалась в положительной зоне. То есть, например, вот здесь у нас тоже так получается. Здесь тоже у нас точно один корень окажется в положительной зоне. То есть второй вариант, что дискриминант больше либо равен нуля, а f от нуля должно быть у нас меньше нуля. И нас устраивают вот такие вот два варианта. Первый, второй. Давайте посмотрим на них, что у нас здесь получается. Дискриминант больше нуля, это то есть 4 умножить на логарифм в четвертой степени. Минус 4. Должен быть больше либо равен нуля. Вершина параболы это минус b делить на 2а. То есть будет минус минус 2 умножить на логарифм вот этот вот страшный и делить это все значение на 2а. Должно быть больше или равно нуля. Это у нас первый вариант. Второй вариант, повторю, что здесь у нас то же самое дискриминант больше либо равен f от нуля. То есть вместо t подставляем нолик. Здесь будет нолик, здесь будет нолик и ноль плюс один. То есть ноль плюс один меньше нуля. Скажем, что это невозможно и такого варианта в нашем случае рассмотреть нельзя из-за того, что у нас коэффициент c просто равен единице. То есть единственный вариант нашего решения здесь, это когда дискриминант у нас положительный, а вершина находится тоже в положительной зоне, чтобы один из корней, точнее в неотрицательной зоне, чтобы один из корней у нас был положительный. Здесь минусы на минусы уберем, двоечку с двоечкой сократим, тут логарифм больше либо равен нуля, а если мы четверочку перенесем разделено на 4, там будет единичка. То есть здесь больше нуля, а здесь больше единички. То есть решение системы, когда выполняется и первое, и второе, это конечно же вариант, когда у нас логарифм больше чем единица. Больше либо равен единице. Тогда, перенося через знак равно, расписываем это как разность квадратов, минус 1 в квадрате раз, и еще один логарифм, так, а минус 4, и тут у нас плюс 1, больше либо равно нуля. Эта функция у нас всегда положительна, точнее это вот часть произведения у нас всегда положительна, поэтому она на самом деле сильно не интересует, интересует наверное вот это. Когда у нас она будет положительна. Распишем именно ее, тогда тут у нас получается логарифм в квадрате, вот а минус 4, минус 1 раз, ой, только тут уже без квадрата, потому что мы расписываем по формуле плюс 1. И это значение приравняем к нулю, чтобы найти наши корни. Получается, таким образом, в первом случае логарифм данного модуля у нас равен единице, это логарифм 3 по основанию 3, тогда модуль равен у нас 3, откуда само значение а равно плюс минус 3, и это либо 7, либо если минус 3 единиц. Вот у нас первый наш корни, второй вариант, здесь у нас минус 1, а минус 1 это логарифм 1 3 от 3, сокращая логарифмы, модуль равен 1 3, тогда просто значение а будет либо 4,1, либо 3,2, если минус 3. Вот такие у нас получаются значения. Строим, наконец-таки, нашу прямую, отмечаем наше значение относительно а, это первый корень единица, последний корень 7, а между ними вот эти два дробных корня, 3, 2,3 и 4,1. Расставляем знаки, здесь у нас старший коэффициент положительный, поэтому сначала будет плюс, минус, плюс, минус, в общем и целом все просто спокойно будет чередоваться. Здесь нас устраивает вот такое решение, такое и такое. Не забываем про УДЗ, четверочку надо выколоть, поэтому это значение мы исключаем, и нам нужны все положительные а, то есть вот в этой зоне мы не рассматриваем, то есть мы скажем, что нас интересует лишь от нуля и дальше. Вот это значение нас не устраивает. Только все, что больше нуля. Поэтому наш итоговый ответ, давайте его запишем сюда, будет получаться от нуля не включительно, потому что все положительные, не сказано, не отрицательно. Нолик мы с вами выколем, от нуля до единицы, в объединении от 3,2,3 до 4,1,3, исключая точку 4 и последний промежуточек от 7 до плюс бесконечности. Вот такой симпатичный параметр аналитическим способом. На очереди последняя задача под номером 18. На доске написали несколько необязательно различных двузначных натуральных чисел без нулей в записи. Сумма этих чисел оказалась равна 264. Затем в каждом числе поменяли местами первую и вторую цифру. 17 заведений, например, на 71. И даны вот три пункта. Как обычно, самым сложным считается пункт В. И вот в этой задаче, на самом деле, проще всего, мне кажется, начать именно с него. Потому что мы прекрасно понимаем, чтобы у нас сумма была максимально, в пункте В найдите наибольшее возможное значение суммы, нужно взять как можно больше чисел, которые дают самый большой прирост. И никуда не нужно ходить, чтобы понять, что 19 в 91 дает максимальный для нас прирост. Потому что здесь у нас единица максимальная, точнее, десяток здесь минимален, а единица у нас здесь максимальная. Мы разворачиваем и получаем максимально большое число. Это можно так и написать. Десяток у нас максимален, единичка минимален. Что мы будем делать? Мы постараемся 264 замостить как можно большим количеством 19. Посмотрим, сколько у нас здесь получится. Для этого 264 разделим на 19. Сначала мы возьмем 1. И здесь у нас остается 74. 57 это, наверное, 3 у нас здесь получается. 57. Сейчас проверим, много или мало. Тут у нас, по-моему, остается 17. Да, все хорошо, все хорошо. То есть получается, что 264 у нас будет равно 19 умножить на 13 и плюс 17. Хорошо. Разворачиваем, то есть считаем развороты. 19 меняем на 91. Их теперь будет точно так же 13 штук. И 17 меняем на 71. По-моему, очень хорошее значение у нас здесь получается. И если мы это все посчитаем, то у нас получится 1254. Ну, может быть, можно лучше. То есть 17 и 71 это, наверное, не самый такой хороший вариант. Может быть, тут можно как-то, например, здесь по 17 и 81. И здесь получится какое-нибудь очень большое число. И природ все-таки окажется больше. Поэтому лучше, конечно же, и для себя, и для проверяющих показать, что не просто первое правшееся значение мы взяли, хоть и обдуманное, и вот оно 100% подошло. Понятно, что мы здесь взяли максимальный прирост, но вот здесь он оказался не максимальный. Посмотрим, во сколько раз мы вообще выиграли от этого прироста. То есть посчитаем отношения. 1254 разделим на 264. Сократим наше значение на 2. И числитель и знаменатель. Здесь у нас получится 132. Здесь получится 627. Хорошо. Явно делится на 3. И то, и другое значение. Поэтому разделим все на 3. 132 это у нас будет 44 на 3. Здесь у нас будет 209, если я не ошибаюсь. По-моему, хорошо у нас здесь получается. Дальше. 44. Ну, это 4 на 11. 209 явно на 4 не делится. Хорошо, если оно разделится на 11. И оно делится на 11. Если вы тут посмотрите, то, по-моему, у нас здесь остается 19. А здесь у нас 4. Прирост у нас оказался в 4,75 раза. Если же мы, например, переведем 1881, то здесь у нас получится с вами прирост одного такого значения. 8118. И если мы сократим это значение на 9. На 9 можно сократить. Будет 9 до 2. Это 4,5. То есть тут следующее максимальное значение. Если мы хотя бы чуть-чуть уменьшили единицу, при том, что десятка у нас осталась все так же минимальным, то здесь у нас прирост оказался 4,5. Но у нас уже вот здесь итоговое увеличение оказалось 4,75 раза. Поэтому это значение у нас совершенно точно максимальное. И ответ наш под пунктом В мы совершенно строго говорим, что это 1254 и других десятичных, точнее, двухзначных чисел, чтобы у нас перевод десяток в единицу был максимальным. Просто нет в данном случае. Хорошо. Теперь воспользуемся этим. Попробуем решить пункт А. Пункт А будет решить не так сложно. Точнее попробовать ее решить. Мы ее прощупываем, просто подставляем некоторые значения. Мы уже поняли, что если взять максимальное значение, то у нас прирост оказывается 4,75 раза. Попробуем немножечко уменьшить наши 19, то есть взять их поменьше. Например, не 13 штук, а, скажем, можно 12, можно 11. Давайте пробуем 11 взять. 264 равно 19 умножить на 11. И посмотрим, какой еще будет остаточек. Это у нас будет 209. Это будет 209. И здесь тогда плюс 55. И если мы это развернем, развернем наши значения, то у нас получается 91 умножить на 11 плюс 55. Сколько это у нас получится? 910 плюс 91. Так, 910 плюс 91 это 1001. И плюс 55, по-моему, это будет 1056 у нас получаться. Хорошо, посмотрим прирост. 1056 разделим на 264. Разделим на 2 сначала. Посмотрим, сколько здесь получается. Здесь у нас 132. Здесь у нас будет 528. Мы будем хорошее значение. 132, 528. Давайте еще на 2 разделим. Тут у нас будет 66. Здесь наше значение, разделив на 2, будет 264. Еще раз на 2. 33. И тут остается у нас 132. И каждое из этих значений у нас, по-моему, делится на 11. Тут у нас будет 3, а здесь у нас будет 12. И наше значение, как раз таки, ровно получается 4. Могла ли сумма получивших чисел быть ровно в 4 раза? Вот наш пример. Ну, можно, как бы мы оттолкнулись от самого большого. Хорошо, что мы сначала проверили с вами наибольшее возможное значение. Мы посмотрели прирост в 4,75 раза. Немножечко уменьшили количество максимального прироста. И вот получилось у нас. Возможно, можно то же самое сделать с 18 у 17. То есть, явно, мне кажется, что такое пример не один, если мы вот так вот сами попали. Что могу сказать по поводу пункта B? Ну, 99%, если вас спрашивают на ЕГЭ, могла ли, как бы, одно и то же, дальше вопрос, но два разных значения тут дать 99%, что в пункте B ответ нет. То есть, тут уже лучше сразу отталкиваться от того, что оно нерешабельное, и нам нужно доказать, что это невозможно. Попробуем это сделать следующим способом. Скажем, что пусть A это сумма всех десятков нашего первоначального числа. Сумма всех десятков первоначального числа. Ну, то есть, мы, например, там складываем 10, плюс 20, плюс 30, именно вот сами десятки, которые стоят у нас на втором месте в нашем числе. А B, скажем, что это сумма у нас единиц. Первоначального числа. Тогда что у нас получается? Первоначально у нас 10A плюс B равно, ни много ни мало, 264. Во втором случае 10B плюс A равно 264 умножить на 3. Можем это посчитать при большом желании. Это абсолютно строго. То есть, мы вот сказали, что есть какое-то количество чисел. Оно у нас двузначное, без нулей. Поэтому суммируя все десятки, умножая на 10, это у нас какое-то там число. И плюс единички. В сумме 264. Развернули все, получили 264 умножить на 3. Такой популярный метод для десятичной записи числа. И теперь мы с вами вычитаем, например, нижнюю систему из верхней системы. Получается 9B минус 9A равно 264 умножить на 2. Что получается, если мы... Ну, пока вроде бы это ничему не противоречит. Давайте пробуем девяточку вынести как общий множитель за скобочки. 9B минус A. И сократить, наверное... Ну, хотя бы с троечкой. То есть тут стоит 3, а тут 264, по-моему, делится у нас на... Ну, как минимум на 3. Посмотрим, разделится ли. 240 и еще 24. 88 умножить на 2. И тут у нас получается, что эта левая часть у нас делится на 3, а правая часть у нас не делится на 3. Поэтому если у нас изначально сумма чисел равняется 264, и мы меняем десятки единиц местами, то итоговый результат в данном случае, если нам нужно 264, не может быть в 3 раза больше. Поэтому наш ответ в 18-й задаче. Да. И могла ли сумма получившихся от чисел? Ну, можно прямо записать. Да. Пишем. 19 умножить на 11 плюс 55. И 91 умножить на 11 плюс 55. Вот. Мы, собственно, сразу привели пример. Тут как бы можно пояснить, но на самом деле, если ваш ответ да, вам достаточно просто привести пример, и за одну строчку у вас будет полный балл. Пункт B нет. И вот мы ссылаемся вот на вот это вот все, что здесь написали. И пункт V. Мало ответа, но мы здесь с вами написали, почему мы считаем, что больше невозможно. То есть мы сказали, что мы возьмем максимальное увеличение, посчитали, во сколько раз у нас прирост, посмотрим следующее увеличение, и оно уже меньше нашего итогового прироста. Поэтому это у нас ответ абсолютно строгий. Все. Вот такие задачки в варианте Статграда в феврале 2022 года. Терпение тебе и посильные задачи. Пока-пока. Терпение.